Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онис, и на днях я чистил свой телефон от лишних программ. В процессе чистки я заметил, что у меня есть ещё одно приложение ВК, которое я явно не скачивал. Иконка была жуткой, она была красной и вся в пятнах крови. Я и подумать не мог, что у меня есть такое приложение. А самое интересное, что я не знаю, откуда оно у меня взялось. Возможно, оно скачалось у меня само. В связи с прошлым и потом с такими приложениями, я с опасением туда зашёл. Это был не такой ВК, который мы привыкли видеть. Меня сразу же кинуло на главную страницу. Фон был не белый, как обычно, а красный. Всё отделялось чёрными полосами. Сверху был значок ВК, который был окровавленный. А рядом надпись ВКонтакте и очень многое. Как будто кто-то зажал клавиатуру, кто-то, кто не очень умел писать. Почему-то я был зарегистрирован в этом адском ВКонтакте. Там уже было моё имя и был мой возраст. 18 лет. Хотя 18 дней исполнилось совсем недавно. Это значит, что этот ВК обновляется каждый день. Ниже было написано то, чем я занимаюсь. И название моей банды. Главным фото был я. С белыми глазами, как будто у меня вселился демон. На стенке не было никаких записей. Меня пугало это, потому что эта соцсет заполучила все мои данные. Рядом был буфер, где были разные вкладки. Всё было так же, как и в оригинальном ВК. Но ниже была добавлена ещё одна вкладка. Ад. И это меня пугало больше всего. Я перешёл во вкладку «Мои друзья». У меня было всего лишь три друга. Джейсон Ворхис, которому было 49 лет. И его статус был «Кровожадный убийца». Второй мой друг был Слендермен, которому было непонятно сколько лет. Его статус был, что он любит детей. Третий была «Пиковая дама». Ей было 37 лет. А ниже было написано то, что она любит приходить ночью. Таких друзей в оригинальном ВК у меня точно не было. Я решил зайти на страницу Слендермена. Господи, это же реальный Слендермен. Его возраст был огромный. Как будто он каждую секунду телепортировался. И его возраст менялся. Статуса было два. Любит гулять по лесу. И ещё что любит детей. У него были даже фотографии. Где он стоит вместе с детьми. А на стене была новая запись. Где он снова стоит с детьми с подписью. Сегодня было весело. У этих детей не было лиц. Вдруг я как-то заметил, что у меня есть одно смс. Я недолго думая, решил его быстро прочитать. Это сообщение было от Слендера. Он написал. Жаль, что ты уже не ребёнок. И много точек. Он похоже хотел меня собрать и убить. Я не верил своим глазам. У меня была соцсеть, где общались все эти демоны и монстры. Я ничего не отписал Слендеру. А просто прочитал. Дальше я перешёл свои фотографии. Там были фотографии, где у меня были белые и чёрные глаза. Как будто я демон. Как будто во мне живёт этот демон. И он обитает в этой соцсети. Я был напуган как никогда. Дальше я перешёл во вкладку видеозаписи. Там было одно видео. Оно было в разделе популярные. Под названием очередная жертва с камерой. Я его включил. И то, что я увидел, меня пугало. Камера. После этого видео я просто выключил этот ВК. И больше никогда не заходил. Ещё там была вкладка ад. В которую я всё ещё не зашёл. Но мне уже очень-очень страшно. Давайте так. Если на этом видео будет 25 тысяч лайков, то я опять зайду в этот ВК и перейду в ту вкладку. Я думаю, это справедливая цена. А вы знаете, я своё слово держу, как с концовкой Грэнни. И, бро, также смотри прошлое видео, где я общаюсь с Мома. Кстати, она мне даже подзвонила. Вот у Рыбки из того видео. Она взяла трубку, бро. Мома, что тебе от меня нужно? Что ты от меня хочешь? В смысле? Господи, она реально живая. Поэтому быстрее переходи и смотри видео про Мома. Оно будет, конечно, и в заставке. Поэтому я жду тебя там. Отметься там в комментариях. На этом всё, бро, стал бы Сергеонис. Поставь лайк тебе-то всего-то 2 секунды, а мне очень приятно. И очень мотивирует. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм. Ведь там выходят такие же самые страшные и ужасные фотографии, которые ты видел только что. Но это ещё не полный список моих фотографий. Поэтому переходи и подписывайся на мой инстаграм. А также пиши мне в директ. И я обязательно постараюсь ответить именно тебе. И подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду. Ведь придёт время, и Суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А также рассказывай об этом видео своим друзьям, чтобы они подписались на мой канал и вступили в мою Суприм-банду. Ведь придёт время, и Суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока! а